дорогие друзья всем привет вы на канале житейские будни в преддверии праздников новогодних хочется приготовить что-нибудь новенькое и необычное сегодня есть такая возможность в интернете много всего что нам показывают что находится но не всегда можно подобрать ингредиенты которые допустим указы в интернете на днях мне попался рецепт печенье шишки но к сожалению основы не основа заготовки для этого печенья те же кукурузные хлопья которые которые нужно украшать того пирожное мне достать пока не удалось так как фирма которая их покупала производит находится в беларуси и они просто не успеют чисто физически до меня доехать вот а показать рецепт вам хочется и что же я придумала на этот раз ингредиенты схожи будут с теми которые обычно в этом рецепте указывают но немножко видоизменены поэтому значит добавим что мы берем в рецепте указано печенье просто песочное печенье любое мне же пришло в голову взять шоколадное печенье сразу значит пачка шоколадного печенья здесь у нас сколько грамм то 304 грамма посмотрим сколько возьмет по рецепту там 200 грамм по моему печенье этого но мы возьмем чуть больше значит ложка там написано полторы у нас будет ложка какао порошка значит 50 грамм сливочного масла мягкого который должно уже постоять полбанки сгущенки и кукурузные хлопья вот вот в них вся суть в этих хлопьях так как там они должны быть шоколадный шоколадный вот такие вот чешуйки я не нашла на нашли только вот такие опять таки же наша фирма любят его вот такие вот здесь они у нас пятерочках магнитах вам продаются попробуем сделать из них ну что ж будут у нас не шоколадные шишки еловые а светлые сосновые приступим же к приготовлению для начала вскрываем пачку и вот эти печенюхи все мы должны все печенье перемолоть крошку она и так прекрасно крошится вообще замечательно поэтому думаю больших проблем с этим не будет получается вот такая крошечка у нас получается хорошо все перемалывается вот столько шоколадной крошки у нас получилось в итоге рассыпчатая ароматная что же мы делаем дальше так это пока в сторону емкость помещаем значит пол баночки сгущенки вот так вот сюда добавляем какао порошок одну чайную ложечку так как у нас уже шоколадное печенье поэтому одну чайную ложечку ой одну столовую ложку одну столовую ложку какао порошка и размягченное сливочное масло и все это вымешиваем до однородной массы не надо его взбивать блендером ничего этого не нужно делать нам нужно просто получить вот такой вот однородную массу масло берем 82 с половиной процента жирности меньше просто не получится таких пирожные будут расползаться если меньше смесь будет процент ну вот в принципе все теперь можно добавлять сюда постепенно будем добавлять шоколадную крошку печенье сразу все не надо будет сложно помешать так вот вот когда будет уже совсем сложно размешивать здесь уже нужно включать руки но не просто так а для этого мы наденем перчаточки что у нас все было гигиенично а заодно к рукам ничего и не прилипало собираем все и начинаем вымешивать и получится прям но приблизительно так пирожная картошка вот такое тесто у нас получилось такое глянцевое такое красивое как мягкий пластилин теперь мы должны из него скатать шарики раскатать его на одинаковые шарики поскольку у нас получится примерно примерно как грецкий орешек крупный будем брать вот такие вот шарики и раскатывать сначала шарик а потом делаем из него такую пирамидку под конус вот такая пирамидка у нас должна получиться можно немножко сделать изначально повыше вот вот такая и будем ее украшать готовым завтраком вот эти заготовочки брать хлопьями сначала мы возьмем помельче который ищем сначала который поменьше они тут разнообразные разная шерстный разнокалиберный как говорится вот так вот будем их укладывать на нее и и Немножечко внутрь придавливая, чтобы она туда закреплялась и не выпадала потом. А потом покрупнее можно взять. Вот такие у нас шишки получились, необычные достаточно. Сложно, конечно. Присыпем их снежком, вот так вот сверху первым снежком. Присыпем их снегом из пудры. Не скажу, что их очень легко делать. Возможно, в реагинальном рецепте с тем готовым завтраком, который предлагается в интернете, он проще. Ребята, конечно, у нас более хрупкие и пришлось долго отбирать, которые более-менее подходят, чтобы не разломались, ничего. Но, в принципе, вот такие вот шишечки. Не совсем оригинально, но что получилось, то получилось. Вот, в принципе, взять в руки их можно, они не рассыпаются, ничего. Здесь еще такой секрет небольшой. Так как у нас тесто само получилось более мягким, его нужно разделить на части, уже сформировать конусы вот эти вот и поставить в холодильник, чтобы они немножечко охладились там, затвердели. Только тогда, тогда получается более легко, легче гораздо с ними работать, чем когда они совсем мягкие. Ну, а так, если кому понравился рецепт, пробуйте, экспериментируйте. Надеюсь, вам понравится. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И в заключение этого видео хочу сказать Поздравляем вас с наступающим Новым Годом, Рождеством. Надеюсь, это не последнее наше видео. До Нового Года постараемся еще что-нибудь показать. И до новых встреч. Пока-пока-пока. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...